Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 3 октября, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Даже отчет еврозоны по инфляции, показавший рост потребительских цен значительно выше прогнозов аналитиков, не смог поддержать единую валюту на прошедших торгах в пятницу. Уже на азиатской сессии пара столкнулась с активными продажами, которые увлекли ее в ценовую зону 1.3522-1.3507. Здесь быки попытались перейти в наступление и начать восстановление евро. Однако падение валюты привлекло новых продавцов, и курс пары вновь устремился вниз. Публикация на американской сессии позитивной экономической статистики США определили судьбу единой валюты на этот день. Доллар начал укрепляться по всему спектру рынка, а евро отправился вниз, зафиксировав на исходе дня минимальный уровень на отметке 1.3384. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение и завершение снижения курса единой европейской валюты ориентировочно вблизи ценового уровня 1.3235, а затем разворот пары на восходящую коррекцию и подъем евро к целевым уровням 1.3367, 1.3428, 1.3456, 1.3478 и выше. В целом британская валюта провела пятничные торги нейтрально, волатильно торгуясь в боковом диапазоне 1.5533-1.5614. Торговые потоки в паре определялись ожиданиями инвесторов крупных покупок британского фунта по взаиморасчетам Евросоюза и Великобритании, а также встречных продаж фунта в паре с единой валютой во время фиксинга евро в Лондоне. Однако медведей по фунту ждало разочарование. Продажи фунта оказались незначительными и на фиксинге курс пары подскочил до уровня 1.5664. Здесь фунт-доллар столкнулся с волною продаж и был вынужден скорректироваться от установленного максимума, закрыв в итоге дневную торговлю на ценовом уровне 1.5579. На торгах сегодняшних ожидаем продолжение снижения пары ориентировочно к ценовому уровню 1.5480, а далее возобновление подъема к целевым уровням 1.5532-1.5575 и выше в направлении 1.5657. Однако если уровень 1.5575 пробит не будет, пара фунт-доллар продолжит дальнейшее движение в боковом диапазоне. После резкого падения цены на золото, протестировавшей на азиатской сессии в пятницу минимальный уровень на отметке 1531.94, котировки металла на европейских торгах вновь вернулись к своим начальным значениям, отметив при этом максимальный уровень подъема 1.677.10 за тройскую унцию. Далее, несмотря на волатильную торговлю в течение оставшегося дня, курс золота практически не изменился. По итогам дневных торгов декабрьские фьючерсы на золото лишь незначительно подешевели, закрыв недельную торговлю на отметке 1.623.57 за тройскую унцию. Серебро также в течение всего дня оставалось в узком ценовом диапазоне, зафиксировав на торгах в Европе максимальную стоимость металла на отметке 31.25 доллара, а на закрытии американской сессии минимальный уровень 29.63 доллара за тройские унции. В экономической статистике понедельника Япония опубликует данные отчета Танкан по индексу деловой активности в секторе крупных производителей и непроизводственной сфере. Китай, США, Еврозона вместе с ведущими экономиками региона Германии, Франции и Италии, а также Великобритания и Швейцария опубликует сегодня индексы деловой активности для производственной сферы. Кроме того, Великобритания представит индекс изменения средних цен на жилье, а Швейцария – изменение реального объема розничной торговли. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.